1 апреля. Это как шутка природы. Плюс 16 и снег лежит. В Москве, как всегда, неожиданно наступает весь снег. Завтра 22 и надо что-то в этот сезон найти. Меня спрашивал, как отгладить кожаный пиджак. Кожаные плащи там кто-то спрашивал. Вот на примере дермантинов. Отглаженные изделия я иногда глажу через тряпочку, через мокрую, на небольшой температуре отглаживаю. Но да, иногда, иногда случается такое, что кожа прямо садится. Поэтому или бывает верх такой какой-то очень блестящий начинает прилипать к ткани, которую отглаживаю. Поэтому лучше всего отпариватель для того, чтобы все вот это разгладить. И дермантину, и кожаные вещи лучше всего отпариватель. А вот если мне надо привести в порядок вот такие места, как лацканы, шлицы, карманы, там нужен просто пресс, две книжки толстые, что-то такое большое и плоское, которое на одно положишь и другим сверху прикроешь. Все, других вариантов нет для того, чтобы не навредить и в то же время привести в порядок. Небольшой пар и буду гладить с изнанки. С изнанки буду распрямлять этот пиджак. Так, и что у меня тут не идет пар? Ты включила? Да. Она сейчас подышится. А, подышится. В принципе, у кого нет отпаривателя, можно взять просто воды с кондиционером, помешать на один стакан, одна столовая ложка кондиционера, и побрызгать вот этой водой кондиционированной, и взять фен, и феном прогреть все складочки. И тогда тоже так же разгладится. Это если нет отпаривателя. Ну, в данном случае у меня есть отпариватель. И я с изнаночки, с изнаночки. Расправляю. Вот. Максимально, сколько можно разгладить, я разглаживаю. Но вот прям не убивай, чтобы был идеальный. Почему? Потому что можно просто испортить. Эту штуку можно надеть на себя, и она опять же помнется в руках, на спине, где-то сядешь. Но вот чтобы внешний вид привести в порядок, здесь нужны книжки. Расправляю максимально, что могу расправить. И сверху книжонь ставлю. И вот этот пресс, он-то и разгладит идеально лацкан. Вот еще можно вот так прищепочками. Я вот сложила и оставлю прищепками так до утра. И вот этот лацкан тоже. Вообще, дерматин, дешевый пиджачок. И, наверное, неправильно подкроены как-то эти олацканы. Поэтому они не лежат. Поэтому приходится как-то изощряться. Так что вот так же просто с кожей. С кожей еще проще. Здесь вот можно как бы больше вероятность, что сожжешь, чем с кожаным изделием. Но я... Вот один раз у меня юбка села. После того, как я погладила, больше я не глажу именно так. Или отпаривателем, или сначала спрей, вода с кондиционером, а потом фен. И максимально вот сколько можно разгладить, столько разглаживаю. Остальное пусть так, как есть. Но самое интересное, с кожей проще. Там можно просто маслом натереть. И от того, что оно становится мягким, вот маслом для волос, оно распрямляется. Здесь посложнее чуть-чуть. Так что вот так мы переодеваемся. Вот полчаса уже. И здесь расправляется все. Так что вот такие методы у меня. Завтра это будет просто пиджак и футболка. Но и пиджак только на утро, пока прохладно с утра. С утра-то еще холодно. И от снега очень холодно. Это временное у нас такое явление. Еще будет у нас и снег, и морозы нам еще обещают. Но такой какой-то заброс африканского воздуха сегодня нам дал такую погоду. Возьмем его. я смотрю, Продолжение следует...